Доброе утро, дорогие телезрители! И у нас в гостях Сергей Кенин, генеральный директор Красноярского детского технопарка «Кванториум», а также преподаватель «Наноквантума» Максим Сидоренко. Приветствую вас в прямом эфире. И, Максим, к вам обращаю я свой взор и взор на вот эту невероятную космическую жидкость. Что это такое, рассказывает телезрителям? Ну, в общем-то, это называется ферромагнитная жидкость. Что такое ферромагнитная жидкость? Это наночастицы феррита в органическом растворителе. В общем-то, как она работает? Мы делаем ферромагнитную жидкость и помещаем ее в магнитное поле. Под тарелкой, как вы могли заметить, там находится магнит. Так, давайте проинвестрируем, насколько я видел по видео в интернете. Она как-то может делать... Ну вот, я могу убрать, и она вот раз заточится. Могу сделать, и она соберется. Вот, то есть... А она только действует из-под низу, а сверху, если... Ну, сверху она просто прилипнет к магниту, и потом можно будет не отмыть. Да, можете попробовать. Да, в нано-квантуме можно, например, не только сделать такую манипуляцию с этой жидкостью, но еще... В нано-квантуме можно, во-первых, сделать такую жидкость и найти ей применение. Ну, кстати, о применении. Выглядит очень эффектно, но хочется понимать, это эффектно с точки зрения шоу, или есть все-таки какой-то вот экономический выхлоп от этой затеи? Конечно же, это в основном находит свое применение в медицине. На эти вот нано-частицы можно навесить органические молекулы и с помощью высокосильного магнита доставить лекарство в нужную часть организма. Вот, например... Она не токсична, если, например, ее пролить или... Нет, она не токсична, просто она очень маркая. Такое, кстати, еще используют в тонерах для принтеров. Отлично. Обращаюсь к вам, как к директору технопарка. Я... Ну, в моем детстве не было технопарков, но были что-то вот какие-то такие заведения, мы мастерили самолеты, в принципе, было прикольно. Я вижу, что время изменилось. Сейчас молодые люди работают уже с нано-частицами. Хочется понять, насколько широк круг этих молодых революционеров, насколько в этом смысле нано-технологии будут развиваться усилиями подрастающего поколения? Ну, хочу еще коротко сказать, что мы уже меньше, чем через месяц открываемся. Наш детский технопарк в центре Красноярска. И, собственно, у нас там будет семь направлений, не только нано-квантум. В каждом из них будут работать молодые творческие ученые. Да, и, соответственно, круг там возможностей, которые дети получат, он очень широкий будет. Ну, вот у нас один ребенок уже получил доступ к к анотехнологиям. Да, у меня запрыгивание. Выглядит крайне довольный. Сергей, скажите, а запись как может осуществляться? По каким-то телефонам, интернет? Достаточно найти нашу страницу в Фейсбуке, там есть вся необходимая информация, ссылка на онлайн-регистрацию. Вот. Можно позвонить по телефону 219-04-05, и мы с радостью запишем вашего ребенка. Это практически последний шанс, там времени очень мало осталось. А если, например, вот люди старшего поколения, как Алексей, придут с детьми и тоже вовлекутся в этот мир? И уйдут без детей, поскольку они полностью за будущим будут увлечены этой историей. Для взрослых не предусмотрена какая-то комната ожидания? Да, конечно, предусмотрена. Соответственно, у нас предусмотрены и комнаты ожидания, и места, где родители могут проводить время ожидания своих детей. Про комнаты ожидания можно подробнее, что человек моего возраста там может получить в качестве расширенного пакета опции? Дорогие телезрители, сегодня просвещали нас в этот мир нано-иллюзий в отделе преподавателя на квантума Максим Сидоренко и его ферросплавные прекрасные моменты с магнитами. А также генеральный директор Красноярского детского технопарка Кванториум Сергей Кенинг и всех приглашают записаться. Остались считанные дни.